Спасибо огромное! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже язык немного уходит от слов, неважно. Отыграл главный гость сегодняшней вечеринки, Павел из Дойта Монбим. В первую очередь хотелось бы поздравить тебя с твоей свадьбой. Спасибо, Врюси. В ноябре это было очень хорошо и ясно для всех, и слушателей твоих, и поклонников твоей музыки. Хотелось бы узнать пару слов об этом, как это прошло, почему это произошло именно сейчас. И вообще, как ты согласился на такой шаг, на жених был? Ну, на самом деле, кому отвечаю, я прям... Ну, ты должен понять, вот мне тоже могу показать. Да чем, у тебя из белого золота? Да, молодец. Мы как бы долго к этому шли, и совместно жили уже около пяти лет, и просто решили, собственно, ну, закрепить, скажем так, официально все это. И достаточно было скромно, то есть, ну, как, это было, наверное, разделено на два дня. То есть, один день мы взяли в Нижнем Новгороде для родителей, а второй день в Казани, потому что у нас очень много друзей там. И, собственно, вот так это все прошло. Вопрос не скромный. Я вот слежу за вашим коллективом, и я очень давно не помню, что вы играли вдвоем. С чем связано? Причем, объясню, почему мой вопрос. В группе сегодняшнего мероприятия очень много было вопросов, потому что все ждут лайв-сета некоторого. Понятно, что лайв-сет это определенные финансовые сдержки, это спору нет. Но вот вдвоем, вот действительно, тысячи лет уже не было. Что скажешь? Ну, могу сказать, что, на самом деле, вдвоем мы выступали относительно недавно в городе Чита. Это, опять же, то есть, когда диджи-сет, то есть, как правило, мы играем по отдельности. Если же это полный лайв, полным составом, то мы вместе все собираемся и выступаем. То есть, ну, это происходит, и, в принципе, это сильно зависит от именно какого-то, то есть, либо это диджи-сет, либо лайв. Причем, мы виделись достаточно давно, ну, грубо говоря, год назад. Публика, которая присутствует сейчас, и вообще, ну, твое посещение, что скажешь? Само собой отличается, просто больше все интересно, чтобы понять, что для любого музыканта круто. Сегодня был для питерской публики очень наполненный зал, и в этом твоя тоже огромная весомая роль, это очень круто. Ты молодец, что ты своими именем собрал, это очень здорово. Для Питера вот прям интересует, вот в чем разница, может быть, позитивная или негативная, или совершенно другая. Ну, могу сказать, что, во-первых, огромное спасибо Ивану Москву, который делает этот фестиваль «Механика», да, и, наверное, все-таки рамки фестиваля, стили именно по стилю, все-таки это техно. А «Мумбим» мы как бы не истаем никаких рамок в музыке, наверное, мы немножко выбиваемся, может быть. Но, с другой стороны, действительно, очень было приятно увидеть, что столько фанатов, да, которые пришли именно на и фестиваль «Механика», и на «Мумбим». То есть все это вместе, как бы, собирается народ, и получается, то есть такая заполненность. Меня это тоже, в принципе, радует, и я думаю, что и Ваня там порадовался. Ну, в принципе, публика, все именно «Мумбим» фанаты, то есть огромное им спасибо, в первую очередь, за то, что они сильно слушают, и любят наши треки, и мы как бы стараемся продолжать и радовать их, и, собственно, наверное, в этом и есть секрет успеха. У меня вопрос есть такой, может быть, не из-за моей достаточной компетенции. Летом Ваня устраивает много вечеринок на Урале и так далее, ты участвовал в этом году? Да, я выступал в Екатеринбурге, тоже на «Механике». Там было безумно круто, потому что там впервые, по-моему, было 8 танцполов, и вот самый главный танцпол тоже вмещал огромное количество людей, был биток, только очень положительные воспоминания. Причем, с технической стороны, фестиваль был очень приятно подготовлен, я по видеороликам только могу свить, но они были действительно крайне приятные. Публика ЕКБ, тебе как? Ну, вот у нас, опять же, прям недавно был буквально вокальный лайф там на прошлой неделе, в таком андеграундном очень месте, и публика Екатеринбурга, она как бы отличается, наверное, своей, может быть, такой суровостью, но в то же время открытостью, преданностью, да, то есть было очень здорово, на самом деле. У тебя же наверняка было много выступлений в Европе, а вообще, в принципе, люди, которые находятся в России и которые находятся за рубежом, они на что больше идут, на артиста, либо на музыку, на мероприятие? Мне кажется, что сейчас ситуация поменялась, именно в частности в России, то, что рынок переполнен привозами различными, да, то есть там в том же Москве, в Питере, в менее крупных городах, и все-таки сейчас люди ведут именно, наверное, больше на артиста. Именно фанаты, опять же, которые знают, что они как бы увидят, что они получат в итоге, поэтому все-таки, наверное, вот эта сама культура, то есть андеграунд, она все-таки уходит, переходит все больше в коммерческую, наверное, какую-то сторону, ну, так как Америка уже правит миром, и именно в электронной музыке, я имею в виду, в мейнстриме, и, соответственно, сейчас уже больше все-таки наценятся артисты. Ну, а если посмотреть с другой стороны, если бы лайнап был заполнен всеми топовыми диджейми, да, мероприятия, которые сейчас есть, то есть, получается, пошли бы люди на артистов, либо нет? Ну, знаешь, вот... Нельзя же выбрать кого-то одного. Ну, не знаю, по опыту могу сказать, что люди именно ходят сейчас уже, вот, по камере в России, но тем более в Европе, именно на артиста, в первую очередь. И если это фестиваль для многих хедлайнеров, то, наверное, для каждого есть своя определенная комьюнити, которая приходит. Как брат сейчас, где он, где находится, где выступает? Возможно, вот именно тоже где-то кому-то дает в трио. Ну, сейчас он занимается больше студийной работой, и сейчас находится в Черногории. И отдыхает, совмещает. Ну, единственное, что смею заметить, у меня есть ощущение приятное, что со временем и посещаемостью, и прибытием в городе, у тебя появляется большая скопощенность, и это крайне приятно видеть, потому что участь артиста тяжела, и у меня есть такое ощущение. Я немножко заболел, да, у меня прям голос сел, и так. И вопрос, который у меня встал немного в моду. В последний раз ты 8 часов когда спал? Действительно интересный вопрос, и надо прям подумать. Я даже не могу так вот сказать, когда так настолько высыпался, потому что вот эти последние там две недели, они были очень-очень напряженные в игру, потому что были три подряд вокальных лайва, сегодня вот ветер, и опять же у нас вот, ну, я приеду, и съемки клипа опять будут скоро, очень скоро в понедельник уже, поэтому прям, ну, хочется поспать. Паш, ну и последний из наших вопросов. Мне просто со своей эстетической точки зрения хотелось бы уточнить, по-моему, ты вообще огорчен своими выступлениями? То есть ты приезжаешь на какое-то мероприятие, на какую-то площадку, но прошло как-то не так, либо люди пришли, либо их вообще не было, либо ты отыгрался, но не так. Насколько это отражается, и вообще это возможно или нет? Ну, надо сказать, что нужно на самом деле не себя просто полностью всегда держать, для того, чтобы отдавать энергетику людям. Если ты отдаешь энергетику людям свою, да, свои эмоции, как правило, это всегда работает, ты видишь отдачу, и все проходит здорово. Друзья, с вами был Паша Монбим, Артем Лоран, Аквабиф и Revolution Radio. Паш, спасибо огромное. Спасибо вам. Прекрасный цвет, отличная музыка. Спасибо за настроение, самое главное. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Добро пожаловать в 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 наш канал! Я утром встал и нарисовал этот проект. Это круто было, Ваня. Да. Мне она, конечно, очень дорого встала, но это оправдалось. Это моя фишка, что Future Festival, который я делаю в Екатеринбурге, трехдневный, что механика Open Air. Сейчас заняли определенную нишу в уральской атмосфере, как это? В клубной жизни. В клубной жизни, да. И, в принципе, смело могу сказать, что это один из масштабных Open Air Урала. Даже из Челябинска, из Нижнего Тагила, из многих городов окрестностей приезжает. Со Свердловской, Челябинской области, Сюменской. Сейчас автобусные туры мы делаем. То есть у нас там, я говорю, около пяти тысяч человек. И это не предел. Мы сейчас развиваемся. Извиняю, что я перебираю. Я набираю команду больших. Просто, чтобы признаться, когда я посмотрел данный видеоролик, я жутко ленивый в плане общественный человек, но мне бляха-муха захотелось приехать действительно красиво. Вань, спасибо огромное за великолепное вибриятие, за классный звук. Ты его доставил. Мы, к сожалению, с первого времени не можем... Ну, мы оценили. Классный звук. Да даже стаканы с водой, честно признаться, оценили. Вибрация была везде. Это круто. И причем приятный звук, мягкий. Он не дает кушам. Ну, мы, если честно, с самого утра здесь таскаем кейсы, колонки, обстраивали тут... Мы эти колонки таскали по сцене, чтобы добиться этого звука. Вот. Всякие разные вариации. Здесь звук стоял. Вроде качает, но не сильно. В итоге, с третьей попытки мы добились этого саунда. Мы очень устали, и сейчас нас ждет очень тяжелый демонтаж. Спору нет, когда... Да. Так что, спасибо за интервью, спасибо всем, кто пришел. Мы надеемся увидеть на следующих своих фестивалях механика, все больше и больше людей, все лучшую и лучшую публику. И улыбок, несомненно. Улыбок, конечно, друзья мои. Мы делаем это все для вас, и, конечно же, для ваших улыбок. Не, почему, Вань, спасибо действительно огромное. В чем плюс еще, те, кто не находится ни в Санкт-Петербурге. Огромная работа проведена по монтажу дополнительного звука. Свет не классический для клуба «Космонавт», далеко не классический. Очень актуальный современный состав. Экраны. Экраны. Все это диодные панели, Вань, да круто. Бляха-муха, извиняюсь. Все, общая картинка, красивая просто. Ну, свет меня сегодня убил, честно, хотя я звуков люблю больше. Вань, спасибо тебе еще раз огромное. Все, спасибо. Почаще. Почаще, да. Спасибо, Вань. Да. Почаще, да. Почаще. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok